Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы будем тестировать с вами новые новинки от Huda Beauty. И Huda Beauty дополнила свою линейку тональных кремов, а именно она вышла с новым тоном в стике, чего у нее раньше не было, потому что все, что у нее было, а именно тональная основа, которая была невероятно, невероятно парфюмирована, она вышла три года назад, и люди просто не могли ей пользоваться, настолько она была супер тяжелой, супер плотной, не на каждый день, это же основа, в ней нет никакого аромата от слова вообще. И это для Huda, как мне кажется, очень большой и очень желанный шаг, потому что это значит, что она прислушивается к мнению людей и делает так, как хотят ее покупатели, а не так, как она сама хочет. И эта основа сделана в Корее, мы получаем целых 12,5 грамм продукта, и это, по-моему, только единственный товар из ее коллекции, который сделан в Корее. То есть, если мы подумаем о Корее, то корейские товары, они, как правило, очень и очень такие мягкие, легкие, и, как правило, качество очень хорошее у корейских продуктов тоже. Эта основа вышла в целых 39 оттенках, это стоит она, кстати говоря, 39 долларов, то есть очень легко запомнить, 39 долларов и 39 оттенков. И этот стик обещает нам быть с очень естественным финишем, натуральным. Вы можете нанести один слой этого стика, и тогда ваша кожа будет очень натуральной, как будто бы у вас нет макияжа, то есть no makeup day. Если же вы решите, что ваше покрытие должно быть сегодня очень плотным, это тоже возможно, потому что этот стик, он супер buildable, то есть его можно достроить до самого, что ни на есть, плотного покрытия. Эта основа в стике является водостойкой, влагостойкой, устойчивой к влаге и поту, и вы можете нанести ее и забыть на стат огня, что у вас есть какая-то основа на вашем лице. Прикольно. И я, естественно, сделаю сегодня wear test, я буду носить эту основу в течение 10 часов. Дальше я приобрела праймер из новой коллекции, тоже называется он hydrating primer или увлажняющий праймер. Стоит он 33 доллара, и мы получаем целых 35 миллилитров продукта. Сделан он в Китае, не в Италии, не в Корее, в Китае, поэтому к этому уже какие-то, знаете, такие вопросики возникают, а почему в Китае, а как его качество будет, потому что мы все знаем то, что сделано у Huda в Китае, как правило, такой, не очень. И когда я делала заказ на американской сифоре, я долго думала, брать ли мне этот праймер или нет, почему? Потому что в этом праймере на втором или третьем месте имеется алкоголь или спирт. Я вдруг поняла, а ну как бы спирт, алкоголь, да, это же все плохо для кожи, потому что это так или иначе будет сушить ее, причем тут увлажнение и алкоголь в составе. Но в итоге я решила взять его, потому что, ну, просто чтобы протестировать все это вместе, как бы, да, все, с чем она вышла, показать вам, и чтобы вы видели вообще, что это такое, с чем его едят. Не знаю, насколько мне он понравится, насколько он вообще будет хорошим из-за вот как раз-таки спирта. Говорят, что праймер этот немножко липковатый, поэтому я, ну, немножко в замешательстве, надеюсь, что это не будет провалом, потому что я не люблю праймеры, которые такие вот, знаете, сушащие и которые создают такую пленку, силиконистые. Как-то не мое это, но, в общем, не будем сначала, знаете, придираться к составу. Давайте уже перейдем к следующему нашему товару, который я взяла, а именно кисточка. Я поняла, что без кисточки я не смогу делать корректный обзор, наверное, я не знаю почему, но, в общем, я решила и взять. И вот эта пирамидная форма кисточки, она предназначена для нанесения жидких текстур на лицо, и она предназначена также для любых непонятных зон, например, зона вокруг носа, где-то здесь на глазах, под глазами, например, вот самые идеальные такие точки, куда очень хорошо эта кисточка будет вписываться. А более круглая сторона кисточки предназначена для бафинга, а именно для очень такой точной растушевки вашего тона, неважно какой формулы, самое главное, что эта сторона кисточки сделает как будто бы так, что у вас нет тона на лице, настолько все это будет не видно. Да, она синтетическая, естественно, никакая не натуральная, потому что иначе она не стоила бы 33 доллара, это не очень дешевая цена, но, мне кажется, есть кисточки для лица гораздо дороже из натуральных ворсинок, которые могут стоить долларов 50, правильно же? Поэтому, да, вот такие вот у нас сегодня герои нашего видео. Начнем мы, конечно же, с праймера, естественно. Не забывайте, кстати, подписываться на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, мне будет очень приятно посмотреть на ваше мнение о сегодняшних наших продуктах, поэтому, да, не забывайте, мне будет очень приятно это от вас слышать. Что самое прикольное об этом праймере, то, что этот праймер, упаковка его, она никакая не стеклянная, то есть он не разобьется у вас, он будет вот таким, каким он есть, но если вы не кокнете его сами об пол, я так понимаю, упаковка сделана из супер такого прочного-прочного пластика, и здесь мы видим такую маленькую пимпочку, чтобы выдавливать праймер, и давайте, наверное, на лицо его сразу нанесем. Чувствуется, он прям сразу холодит на кожу, и это очень приятно. Напоминает, на самом деле, очень праймер от, праймер от Бекки, вот, тот самый невидимый виртуальный праймер, о котором все так много говорили, особенно на американском ютюбе. Когда вы наносите это на лицо, чувствуется желе, но когда вы размазываете по всему лицу, это превращается в водичку, и чувствуется очень приятно, на самом деле, мне нравится. Никакого аромата, ничего в этом праймере, естественно, нет, но для меня лично я получаю большое удовольствие, когда я, допустим, использую что-то ароматизированное, но не слишком, да, как вот, допустим, крем от Fenty Beauty, но, не знаю, кому-то может нравиться безароматизированные вещи, но когда ты вот покупаешь люкс, ты ожидаешь, как бы, ожидаешь реально, что будет какой-то приятный запах, но, видимо, у Худы как-либо у нее вообще нет никакого аромата, либо сильно-сильно все профинировано получается. Он уже подсыхает, то есть в течение, кстати говоря, 60 секунд он должен подсохнуть, засохнуть, и тогда уже, в общем, ваше лицо будет готово к тому, чтобы вы нанесли следующий этап, а именно стик. После минуты нанесения я могу точно сказать, что небольшая липкость, совсем чуть-чуть, вот, может быть, 5 из 100, такое ощущение у меня есть. Приятно ощущается на коже, и не могу сказать, что мне некомфортно, потому что я чувствую, что моя кожа иссушена. Нет, как раз-таки этот праймер должен нам дать тот самый канвас для того, чтобы наш тон лег очень-очень хорошо и был long lasting, или очень долго держался на коже. И пришло время пробовать нашу малышку от Huda, а именно ее стик. У меня, кстати говоря, это в оттенке Shortbread 200B, или это светлый оттенок с бежево-розовым потоном. У меня, насколько я помню, всегда, почти в каждом латональном креме я вижу розоватый потон, и я надеюсь, что этот оттенок будет правильным, потому что даже по картинке, муж сказал даже мне, что эта картинка очень подходит по тому, какое у тебя лицо. Окей, я совсем забыла, что я хотела нанести на одну сторону лица этот тон с праймером, на другую сторону без праймера. И я не знаю, что теперь делать, потому что у меня уже есть такой праймер, он достаточно все-таки, ну, такой, знаете, не то, что тяжелый, но, в общем, он чувствуется на лице, чувствуется, что лицо уже прям готово-готово. Эту сторону я растушую с помощью блендера, чтобы посмотреть, как это все будет смотреться, как финиш будет. Как вы видите, у меня на лице есть небольшие проблемы, иногда они случаются, может быть, раз в месяц высыпания какие-то. Я надеюсь очень сильно, что этот тон он как-то скроет их. И, кстати говоря, учитывая, что этот тон, он у нас в стике, то есть он не жидкий, соответственно, есть очень большая вероятность того, что то, что вы нанесете на, допустим, прыщик, вот этот стик, да, это все будет способствовать тому, что инфекция будет распространяться на другие части лица, или она даже останется в стике, с чего мы не очень хотим, правильно же. Проблемная кожа, допустим, в какие-то определенные дни, то лучше, конечно, использовать более жидкую текстуру, потому что таким образом микробы, микробы не будут распространяться по вашему лицу и оставаться на стике. Кстати, это у меня же второй слой этого тона, если вам интересно. Мне очень нравится, насколько это все легко растушевывается. То есть я думала, я лично думала, что стик будет немножко таким жестковатым немножко, но ничего подобного, он действительно очень ощущается прикольно на лице. И мне кажется, что цвет, он как раз-таки мой цвет, то есть не жарко, не холодно. И, в общем, если у вас такой же оттенок кожи, такой же цветотип, то, скорее всего, этот оттенок вам подойдет. Посмотрите, насколько классно все это сияет, суперестественный финиш, но при этом я чувствую, что... Это, знаете, такой момент, когда вот ты чувствуешь, что это твоя кожа, но лучше, как говорят здесь, типа, your skin, but better. И это точно описывает ситуацию с этим тоном, потому что смотрится просто потрясающе. И, конечно, если у вас есть какие-то вот такие маленькие моментики, то это все вряд ли закроет. Скорее всего, нет, тут уже нужна более тяжелая тюрерия. Можно видеть разницу, да, что у нас здесь. Легкое сияние, здоровый блеск. И здесь есть блеск, но, конечно, нет тона, и все гораздо более красное. Поэтому уже давайте пробуем нашу кисточку. Я начну, скорее всего, с этой стороны, такой более скошенной, и использую сначала это под глазами. По всему лицу уже нанесем это, почему нет? Очень надеюсь, что вот эта краснота, она уйдет благодаря этому тону, потому что все-таки это худо, и худо должна делать чудеса для нас сегодня. Мягкая очень кисточка, кстати говоря. Необычная в своем роде, потому что, если я сравню эту кисть с кистью от Rare Beauty, то Rare Beauty, конечно, немножко более плотная. Эта же сторона ее, она прям почти не растушевывает. Этот стик, это странно. Короче, нужно гораздо больше усилий приложить, чтобы растушевать, вот, допустим, здесь. И давайте этой стороной тоже попробуем что-нибудь растушевать. Не знаю, я не могу сказать, что я в большом восторге от этой кисти. Не могу сказать, что она прям, знаете, суперреволюционная, mind-blowing, game-changer. Нет. Мне понравилась больше, наверное, спонжем все-таки. Вообще, по идее, нужно все эти кисти мыть перед использованием, сколько я знаю. Но так как у нас сегодня тест, я не хотела задерживать этот обзор, поэтому как-то так. Получается, у нас на обоих сторонах по два слоя этого тона. И, ребят, мне нужно ваше мнение. Вы думаете, какая сторона лучше выглядит с кисточкой за 33 доллара или со спонжем за 5 долларов от ELF? Знаете, мне определенно нравится больше эта сторона, где мы наносили этот тон спонжем. Естественно, натурально, красивое сияние, все это смотрится гораздо живее. На этой же стороне, мне кажется, что это все выглядит не так гладко, как с использованием спонжа. Может, потому что кисти забирают некоторый продукт, я не знаю. Но, в общем, пока что, мне кажется, что кисти не требуются при покупке этого тона, потому что, ну, мне кажется, она не сделает ничего такого супер волшебного, чего вы, наверное, ожидали от этого. Все это почему? Потому что, наверное, эта кисть слишком мягкая для этого тона. Она прям такая супер мягенькая-мягенькая, обе стороны причем. Ну что, ребят, сейчас я хочу нанести чуть больше этого всего, просто потому что мне интересно, мой прыщик, он сможет замаскироваться или нет? Нет. То есть это не важно, сколько вы слоев наносите, потому что каких-то супер серьезных проблем именно вот таких это не скроет, к сожалению. То есть я все так же вижу какие-то свои такие маленькие непонятные точечки, которые я хотела бы, чтобы были закрыты благодаря этому тону, потому что, мне кажется, мой тон от Коверпоп, который стоит там сколько, 13 долларов, он делает гораздо лучшую работу в плане маскировки вот этих вот непонятных моментов. Но, в общем, пока что я не могу сказать, что супер довольна, но я думаю, что мое мнение, оно изменится к концу этого дня, когда я сделаю тестинг этой основы. А сейчас я хочу сделать, в общем, свой макияж, дополнить его румянами, бронзеров и вернусь к вам уже через буквально секунду. Ну что, вот так у нас получилось создать конечный образ с использованием стика, с использованием праймера от Хода Бьюти и с ее кисточкой. И мне есть что сказать. На самом деле, я оставлю это на конец этого видео, но пока скажу точно, что мне нравится этот естественный блеск вот с этой стороны. Да, эта сторона, она, как мне кажется, как-то немножко лучше смотрится, потому что мы использовали спонж, на этой мы использовали кисточку. И мне кажется, это смотрится красиво, это смотрится естественно, каждодневный лук, да. То есть этот тон, он 100% на каждый день будет очень и очень хорошо работать для вас, в сравнении с ее прошлым тоном, который был невероятно плотным. Это просто цветочки, это, наверное, то, что люди так хотели, и вот куда я это сделала. Использовала, кстати говоря, свой консилер от Tarte Shape Tape, и он мне очень помог. Иначе бы все это было так видно, и это не то, что я хотела. Если вам интересно, что я использовала, я использовала румяна от NABL, я использовала помаду от MAC, мой любимый оттенок, обожаю его. Называется, ну, кстати говоря, Impulsive, просто супер, самый идеальный нюдовый оттенок, не слишком такой розовый, не слишком коричневый, прямо вот идеально, что-то посередине. Обожаю, покупаю же второй раз нюдовый оттенок. И также нанесла немножко хайлайтера от Dior, совсем чуть-чуть, чтобы посмотреть, как в течение всего дня этот тон будет показывать свою настоящую сторону, то есть будет ли какой-то жирный блеск образовываться на коже или нет. Я не использовала никакую пудру, только, кстати, праймер вот сюда и под глаза, это все. И будет очень интересно посмотреть, будет ли проявляться какой-то жир на коже в течение всего дня или нет. Waterproof это, то есть водостойкий ли он может, у нас дождь сегодня пойдет, кто знает. Посмотрим на то, как это все покажет себя в носке. Я вернусь к вам через каких-то пару секунд. Вот, увидимся. И вот прошло почти 10,5 часов, и вы знаете, ребят, что? Мне очень и очень понравилась эта основа. Как это ни странно, потому что я предвзято всегда относилась и отношусь к стиковым основам, просто потому что я считаю, что они немножко, ну, не такие обычные, как, допустим, жидкие основы. И в данном случае я могу точно сказать для себя и для вас, что эта основа, она стоит своих денег и внимания, потому что в течение всего дня, хоть я и не наносила никакую пудру, ничего, то есть я решила сделать это просто голым, да, нанести основу и все. И меня удивило то, что я не увидела огромного количества жирного блеска, скатывания основы. И тот факт, что моя кожа комбинированная, и обычно она очень сильно жирнится к концу дня, когда, допустим, я использую свой тон от Colourpop, этого не случилось с этой основой, что очень и очень классно. То есть получается, что если у вас такая же кожа, как у меня, комбинированная, либо жирная кожа, скорее всего, эта основа вам очень сильно подойдет. Я использовала еще раз оттенок Short Bread 200B, поэтому, ребят, я в большом восторге буду еще использовать ее снова и снова, чтобы понять вообще, что это такое и понять для себя, действительно ли стиковые основы, они лучше, может быть, даже, чем основы жидкие. Я очень много слышала о том, что люди сравнивают эту основу с основой от Hourglass, их также стиковой основой, но говорят, что хоть Hourglass и дороже, эта основа гораздо-гораздо лучше, и я понимаю почему, потому что, во-первых, она более бюджетная, во-вторых, наверное, она все-таки, ну, как-то получше себя показывает в течение всего дня, и это очень и очень здорово, поэтому эта вещичка от Huda Beauty, новинка, 39 долларов, 39 оттенков, есть из чего выбрать, и не ударит это также по вашему кошельку, что невероятно-невероятно здорово. Дальше, кисточка от Huda Beauty, которая должна вообще использоваться именно с этой основой, стиком, я не считаю, что это must have, да, это необычная кисточка в своем роде, это что-то мягкое, что-то, с чем легко работать, но вы также можете использовать свой любимый спонж, который стоит не так дорого, и не тратить 33 доллара на кисточку, которая, к тому же, не такая еще и плотная, поэтому насчет кисточки я бы задумалась, я бы не стала покупать ее, если вы хотите попробовать кисточки от Huda, я уверена, у нее есть гораздо-гораздо лучше опции. И насчет праймера, я считаю, что праймер действительно увлажняет кожу, как это ни странно, в нем есть алкоголь, в нем есть какие-то непонятные ингредиенты, в нем нет никаких трав, экстрактов, непонятных органических трав зеленых, нет, но тем не менее, он хорош, тем не менее, он хорош, и мне понравилось то, что моя кожа осталась такой же холеной, красивой и, ну, не совсем жирной, немножко, но не совсем, поэтому мне праймер определенно понравился, я буду использовать его еще под более такие плотные текстуры, более плотные тона, поэтому определенно советую вам его тоже, особенно если у вас сухая кожа, как говорит нам сама Huda Beauty, но я не понимаю, почему сухая кожа и спирт как бы идут вместе, для меня это странно, но все равно в данном случае я не могу сказать ничего плохого об этом праймере, потому что он действительно хороший и действительно делает свое дело. И вот такой обзор на сегодня был на новую коллекцию макияжа от Huda Beauty, ее стик, ее кисточка, ее праймер, я считаю, что у вас, наверное, тоже сформировалось свое мнение, и мне будет очень приятно услышать его ниже в комментариях, поэтому да, такое вот у нас сегодня было видео, легкое и очень длинное, и надеюсь, что вы извлекли какую-то полезную информацию из этого видео, и надеюсь, что вам оно очень помогло при выборе вашей корзины для Sephora на их распродажу в VIB, я еще, кстати говоря, думаю, покупать ли мне что-то из их распродажи или нет, потому что, ну, когда у тебя столько много всего, есть избыток косметики, избыток средств по уходу за кожей, ты задумаешься дважды на самом деле, а нужно ли тебе что-то из Sephora или нет, или это может подождать, понимаете? Поэтому да, ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца, мне было очень приятно, ваше внимание, не прощаюсь с вами, ребят, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней, ваша Юля, всем пока!